Вот, значит, закончились работы по контуру заземления. Прошлая бригада вот забивала вот такие уголки. Две недели они тут мучились. Эти камни забить они ничего не смогли. Вот, и получился треугольник. С шириной стороны 2 метра. Провар получается 10 сантиметров с одной стороны, 10 сантиметров с другой стороны. Всем привет! С вами инженер-электрик Екимов Игорь. Сегодня поговорим, как сделать заземление в частном доме своими руками при каменистом грунте. Мы вначале обсудим все этапы установки заземления. А в конце ролика я покажу видео с реального объекта, где человек сделал заземление самостоятельно. В следующем видео рассмотрим, как правильно подключить заземление к щиту. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы это видео не пропустить. И особая благодарность за ваши лайки и репосты. Существуют специальные конструкторы для монтажа заземления, упрощающие процесс монтажа. Можно за пару часов сделать заземление, но для каменистого грунта эти конструкторы не подойдут. Возможно, вы один штырь из комплекта и умудритесь забить, но на этом и закончится. Если использовать штырь из комплекта для обычного заземления, то это удовольствие не дешевое. Лучше для своего заземления использовать оцинкованный уголок или оцинкованный кругляк. Это обойдется гораздо дешевле. Некоторые хозяева рассчитывают на естественные заземлители, на арматуру в фундаменте, закопанную раму автомобиля или уже вкопанной на большую глубину забор. Но чаще, по сопротивлению, эти заземлители даже близко не соответствуют необходимым параметрам. Если хотите их использовать, проверьте их сопротивление. Человек рассчитывал использовать в качестве заземлителя металлический забор, закопанный на большую глубину. Но сопротивление оказалось 104 Ома. Первое, что нужно сделать, это рассчитать заземление. Дело в том, что сопротивление грунта, на котором делается заземление, может сильно отличаться. Сухие грунты имеют большое удельное сопротивление. Если влажные, то меньшее сопротивление. Обычно, предварительно исследуется грунт, и по его результатам осуществляется расчет специальными организациями. Это удовольствие не дешевое, но рассмотрим более дешевые варианты. Какое сопротивление заземляющего контура должно быть в частном доме? Для домов, оборудованных газовым оборудованием, или которых заземление используется для молнии отвода, это сопротивление должно быть не выше 10 Ом. Для остальных частных домов не более 30 Ом. Если у вас соседи сделали заземляющий контур, то можно у них узнать, какую схему они использовали, и какое сопротивление получилось. Если вас это устраивает, то можно сделать заземление по их схеме, но и своих материалов. Это справедливо, если у вас на участке грунт такой же, как и у соседа. Если таких соседей нет, то можно поступить следующим образом. Просто делаем стандартный контур и проверяем его сопротивление. Если сопротивление соответствует необходимым характеристикам, то оставляем такой контур, как есть. Если сопротивление большое, то вбиваем дополнительные штыри. Все начинается с выбора места для заземляющего контура и определяемся, какой контур изначально будем делать. В месте, где будут забиваться штыри и проходить соединительные шины, прокапывается траншея глубиной 50 см. Чаще всего делают трехугольник, вбивая штыри или уголок длиной 2-3 метра. Выбираем оцинкованный уголок 50 на 50 или кругляк диаметром более 20 мм. Сама оцинковка повышает срок работы заземляющего контура. Расстояние между штырями берут по длине штыря. Если мы вбиваем штыри 3 метра, то расстояние между штырями тоже должно быть 3 метра. Кто-то делает квадрат и вбивает 4 штыря. Иногда ставит все штыри в ряд. Это зависит от того, насколько удобно вам делать ту или иную схему. Главным будет сопротивление изготовленного заземляющего контура. Так как грунт каменистый, то перед вбиванием штырей делают засверливание в грунте. Сверление делают вначале самым толстым буром из того, что есть. По мере углубления применяют более тонкие буры. Штыри и уголки перед вбиванием заостряют с помощью болгарки. Делают острие порядка 30-60 градусов. После этого штыри вбивают ниже уровня грунта. Потом верхи этих штырей обваривают оцинкованной шиной. Ее подводят к стене дома, где ее и закрепляют. Дальше приваривают в шине болт, к которому подключается заземляющий провод, который уже идет к щиту в дом. Это обычно медный многожильный изолированный провод с сечением более 6 мм квадратных. Все места сварки следует покрыть водоотталкивающими составами, так как именно эти места наиболее подвержены гниению. Закапываем наш контур, вызываем замерщика и проверяем. Если сопротивление соответствует нормам, оставляем. Если не соответствует, вбиваем дополнительные штыри. Сейчас я покажу видео от своего зрителя Юрия Першакова. Он рассказывает о своем опыте монтажа заземления на каменистом грунте. Сопротивление заземляющего контура получилось 0,62 Ом. Ссылка на его профиль в ВК есть в описании. Также свои вопросы по видео вы можете оставить в комментариях. Вот, значит, закончились работы по контуру заземления. Контур заземления состоит из полосы металлической 4х50. Ну, или 4х40, там 4х50. Вот, здесь, значит, прошлая бригада вот забивала вот такие уголки. Две недели они тут мучились. Ну, конечно, в эти камни забить они ничего не смогли. Вот, а здесь уже я сверлил. То есть, сверлил метр двадцать сверлом на тридцать два. Потом вставил туда сталь круглую длиной два метра и остальное расстояние заколачивал. Вот, и получился треугольник с шириной стороны два метра. Три заземлителя. Сталь круглая диаметром 22. Здесь осталось обварить, вот, короче, электродов не хватило. Все проварить. Почему так сделано? По той причине, что провар получается 10 сантиметров с одной стороны, 10 сантиметров с другой стороны. Лучшее пятно контакта. Здесь, соответственно, то же самое. Вот, и вторая часть контура. Это, значит, металлический забор. Вот, опоры, значит, этого забора вот стоят. Они служат естественным заземлителем. И контура подключил к этому забору. Вот, здесь идет, значит, выход. Короче, он там купил провод. КГ-шку 10 квадрат. Вот сюда подключу котел и щиток. Мой первый контур изготовлен самостоятельно. Будем вызывать испытателей с мостом. Чего он покажет вообще? Вот, ну, сверлил когда. Потом под конец соли сюда добавили 6 пачек килограммовых. Измеряем сопротивление заземляющего контура методом трехполюсного измерения. А это у нас прибор называется МЭТ 5053 5. В следующем видео я расскажу, как правильно подключить смонтированное заземление в частном доме. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Свои вопросы и свой опыт о монтаже заземления пишите в комментариях. Поддержите видео лайком и репостом. И до встречи в новых и старых роликах.